Гран-при Международного фестиваля детской творчести «Золотая пчелка» во всех трех номинациях застались в Беларуси. При том, что селета у Климовича приехали юные таленты из восьми краин света. И жюри дало высокую отзнаку подрыхтовцы конкурсантов. Так что, как отзначили у Министерства культуры, фестивалю «Золотая пчелка» быть. Теперь он будет ладиться, что год именно в статусе международный. Протяг темы у Татьяны Сергеичек. Международный фестиваль «Золотая пчелка» — это не просто конкурс детской творчести. Это целое свято-зятинство, и ах для гостей, так и мясцовых же хоров, не глядяши на надворье. Здесь очень много талантливых детей. Здесь очень интересно все устроено, ярмарка большая. После конкурсных прослухований у дельники жюри отзначают. Узровень выканалцев высокий, импануя, что мастацкие керунники шукают для своих выхованцев новые текавые на керунке творчести. Два города в Болгарии надели такой международный детский конкурс. И я им дал идею, ну смотрите, и возьмите самое хорошее, что я делаю там в Кимовиче. Мне очень нравится сама организация, потому что всех ребят встречают кураторы. Кураторы направляют, куда идти, когда идти, потому что площадки же работают. Там на улице несколько площадок, в дворце. Фестиваль «Золотая пчелка» лазится с 1996 года. У 2001-м отримал статус международного. Летость пропонавали сделать его снова региональным. Але на фестиваль приехали замежные коллективы. И «Золотая пчелка» доказала свое право на житё. Як отзначил намесник министра культуры Беларуси Василь Джерник, фестиваль у Кимовичах сприяя развитию дитячей творчести и эстетичному выхованию молоди. Фестиваль международного детского творчества теперь будет проводиться ежегодно. То есть мы вновь возвращаемся к старому формату, который оправдан. Гран-при на международном фестивале «Золотая пчелка» у номинации «Хореографичное мастерство» отримал узорный ансамбль «Кужалек» Могилёвского центра творчества «Зятей и молоди» «Агат». Гран-при у номинации «Вокальное мастерство» отримали дуэт Алены Добровольской и Полины Петрш с Бабруйского центра «Зятей и молоди» «Росквит» и солистка Национального центра музычных мастерствов «Имя Мулявина» Молодёжного театра «Эстрады Минска» Мария Жилина. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев, Новинир Геона.